Друзья мои, всем привет! С вами Дивер и я продолжаю снимать серию фильмов о мощных палках. В сегодняшнем видео я хочу вам показать новую модель от компании Sportex Magnus Boat с тестом до 20LB. Это полутора частника. Итак, друзья мои, ранее я показывал и на воде, и делал обзор на спиннинг Magnus Boat с 30LB тестом. И он был такой довольно-таки массивный. Сегодня же я вам хочу показать немного другую палочку. Наткнулся я на нее не так давно, недавно. На воде еще не тестировал. В апреле проверим. Но она мне очень понравилась. Она полегче. Имеет тоже такой необычный дизайн. Имеет в виду в колечках. Сейчас я вам покажу. И она более гибкая. Постараюсь ее вам сравнить с Magnus Jigging 20LB. То есть в таком же тесте. И попытаюсь вам сравнить именно с Magnus Boat 30LB. Итак, опять же у нас зеленый чехол. Пока, конечно, ничего не поменяли. Время прошло не так много. С моего знакомства с данной компанией. Что они поменяли? Так, сейчас я положу. Значит, раньше на рукоятке... Сейчас, секунду. Так, вот рукоятка данного спиннинга. Они сейчас поподробнее. Опять же, большой упор. Значит, что они поменяли? Раньше здесь был паспорт прикреплен пленкой. Теперь паспорт сделан гарантийный. Паспорт, который дает гарантию на 10 лет. Это вот такой маленький-маленький ярлычок. Я не знаю, как его назвать. Вот. Остальное все то же самое. Сейчас я его распакую. Спиннинг новый. Ну, это я пока... Ножницы у меня под рукой нету. Не буду снимать. Вот. Все, в принципе, то же самое. Как бы дизайн такой же. Тоже желтенький, соответственно. С таким, как бы, ну, черным, темно-темно-серым цветом. Симпатичный такой дизайн. Необычные колечки, которые сейчас я вам, опять же, кто не видел предыдущие обзоры, покажу поближе. Вот. Но очень важно в данном спиннинге это строй. Он помягче, повторюсь, 30-ти илбового магнуса. Сейчас я вам это продемонстрирую, а потом покажу все, ну, как бы, все нюансы поближе. Итак, давайте начнем сразу со строя удилища. Длина удилища 2,10. И, как мы видим, строй довольно-таки такой мягкий. Ну, как мягкий? То есть, по сравнению с теми колами, на которые я ловлю, данный спиннинг намного мягче. Вот. Так он, в принципе, тоже быстрого такого строя. Вот. Гнется, конечно, где-то, ну, не знаю, ну, не от середины, конечно, но где-то вот все равно не прям сам кончик. Но вполне подходит. То есть, это вот как раз наша тема, друзья мои. Для ловли троллингом с руки. Спиннинг жесткий. Имеет превосходную чуйку. Как, в принципе, и вся серия Magnus и Джиггинг и Бот. Спиннинг легкий. Вот такой у него строй. Сейчас я покажу еще с другого ракурса. Так вот его тоже тряханем. Теперь я вам покажу вот с этого ракурса. Ну, наш, наш типаж. Ну, по крайней мере, мой типаж. Не знаю, кто как ловает. Это вот мой типаж. Уделище для троллинга с руки. Для троллинга в один спиннинг. Особенно для ловли, повторюсь, судака. Судак рыба аккуратная. Крайне редко виснет. Точнее, она виснет. Если, допустим, не крупный судачок, он виснет. Судачок-дурачок, назовем его так. А крупные особи, уже трофейные, более умные, они, конечно, клюют, атакуют приманку довольно-таки деликатно. О поклевках судака я рассказывал в своих статьях. На Яндекс.Дзен можете посмотреть. Там найти, полистать. Или, в принципе, я с воды частенько об этом рассказываю. Итак, давайте посмотрим теперь поближе данное удилище. Повторюсь, ничего не изменилось сильно. Точнее, вообще ничего не изменилось. Я вам показываю просто тот же самый Magnus Bot. Только, значит, с меньшим тестом. Это ручка. Ручка у данного спиннинга сделана из Эвы. В принципе, по-моему, как и все ручки от компании Sportax. Фурнитура у данного удилища от компании Seagite. Это тоже довольно-таки известная компания на рыболовном рынке. Ничем, в принципе, не уступающая Fuji. Ручка у данного спиннинга где-то, ну, опять же, в районе 80 см. Она довольно-таки, ну, не короткая и не длинная. Упор снимается. Опять же, есть у спиннинга специальный упор для морской ловли с поясом. Или, допустим, мы ставим вот такой большой мягкий упор для вываживания рыбы уже без пояса, а от, скажем, своего пуза или пресса. На бланке есть зацеп для приманки. Такое колечко. Вот такие необычные кольца у серии Magnus Board. Кольца, ну, скажем, низкие. Низкопосаженные под мульт. Тюльпан данного удилища. Колечки расстановлены довольно-таки часто. Толщина стенок. Тест удилища. Длина. Паспорт удилища с 10-летней гарантией. Данный паспорт нужно зарегистрировать на официальном сайте Sportax. Спиннинги от компании Sportax сделаны очень качественно. Имеют гарантию, повторюсь, 10-летнюю на бланк и, по-моему, пару лет на саму фурнитуру. Спиннингами приятно. Ловить они реально очень красивые, легкие и качественные. Я еще лично не слышал, что кто-то сломал на рыбалке спиннинг Sportax. Данное удилище, друзья мои, подойдет для ловли, опять же, практически любой некрупной приманки. Вплоть до бандосообразных и, возможно, даже халкообразной приманки. Мы сможем им протащить при троллинге. По поводу какого-то, скажем, там, я не знаю, тяжелого джига, я не пробовал им. Но я думаю, что, в принципе, опять же, под тяжелый джиг, скажем, ловлю какого-то сама на ямах, используя там веса от 50 и выше. Я думаю, что, возможно, можно и попробовать. Проверим при возможности и такую рыбалку. А так я его взял, опять же, для троллинга с руки, для троллинга в один спиннинг, для ловли судака. Ну, не только судака, в принципе, для любой хищной рыбы. Но я люблю охотиться за судаком, люблю эту рыбалку из-за всяких вот этих вот нюансов, деликатных поклевок. Мне это просто интересно. Щука, как правило, просто виснет. И ее вываживать, конечно, интереснее, но сама поклевка, она как бы меня не впечатляет. А вот судачи, поклевки, да, они деликатные. И для этого нужны качественные спиннинги. И спиннинг, повторюсь, сделан из высокомодульного графита с хорошей чулькой. Ну, для своего класса с хорошей чулькой. Всю информацию данное удилище передает нам в руку. То есть мы полностью контролируем приманку, мы полностью контролируем ход событий. Теперь давайте я, наверное, попытаюсь вам показать разницу вот этого 20-ти илбового и 30-ти илбового. Вот 30-ти илбовый. То есть спиннинг реально жестче. 20-ти илбовый. Еще раз 30-ти илбовый. Для Ахтубы, конечно, для Волги больше подойдет 30-ти илбовый. Но для любителей, скажем, тех, кто ловит на спиннинге более мягкие, на той же самой Ахтубе, данное удилище тоже зайдет и люди оценят это. Спиннинг, повторюсь, качественный. Но данное удилище подойдет еще для водоемов со слабым течением и, возможно, для водоемов без течения. На водоемах без течения для, опять же, тех же самых халкообразных, бандосообразных, ну, скажем, более крупных приманок данное удилище, думаю, подойдет. Так, еще раз. 20-ти илбовый. 30-ти илбовый. И я вам покажу Магнус Джигинг 20-ти илбовый. Как вы видите, Магнус Джигинг более гибкий. То есть, вот он как раз, это Магнус Джигинг 20-ти илбовый. Тот же полутора частник, тоже, по-моему, 2-10. Сейчас, секунду. Да, тоже 2-10. Все удилища, все удилища, 2-10. Да, все эти три удилища, 2-10. Итак, Магнус Джигинг, да, 20-ти илбовый. Вот этот спиннинг, в принципе, как раз создан, наверное, для, ну, скажем, водоемов с несильным течением. Или, опять же, его можно использовать как второе удилище. За спиной он, ну, скажем, более такой гибкий, что позволит нам, скажем, пропустить какой-то момент самозасечки рыбы. Мы, пока она там висит, значит, болтается на нашей приманке, мы сможем, ну, скажем, взять спиннинг, да, и начать действовать, вываживать рыбу. То есть, спиннинг будет вязать время на рыбу, пока мы, грубо там, где-то что-то прозевали. Вот, ну, также, в принципе, я ему ловил и на Оке, вот этим Магнус Джигинг 20-ти илбовым. В принципе, для Оке, вот я в Сирпуховском районе ловил, мне он тоже понравился. Но, вот опять же, да, это Магнус Джигинг 20-ти илбовый, а это Магнус Болот 20-ти илбовый. То есть, разницу по жесткости вы видите. И тот, и тот 20-ти илбовый. Вот мне больше нравится вот такого плана удилища, более жесткие. Они как-то, ну, мне кажется, с ними более информативнее ловить того же самого судака. То есть, поклевки как-то слышишь получше, когда спиннинг пожестче. Опять же, повторюсь, мое мнение, и я так ловлю. Мне нравится вот такого плана удилища. Еще раз вам покажу Магнус Джигинг. Это Магнус Джигинг 20-ти илбовый, это Магнус Болот. Тоже 20-ти илбовый. Вот такое, друзья мои, удилище. Я считаю, что вот если бы, ну, если бы я бы, допустим, для своей ловли выбирал бы между Магнусом Джигингом 20-ти илбовым и между Магнусом Болот 20-ти илбовым, опять же, для своих условий ловли, где я ловлю в Астраханской области, я бы взял именно Магнус Болот 20-ти илбовым пожестче. Повторюсь, мне нравятся спиннинги более жесткие. Как-то так, друзья мои, вот такое удилище я вам показал в очередной серии фильмов о мощных палках. Кому фильм понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, желательно добрые. Я им всегда рад. Всем рыбацкой и жизненной удачи, друзья мои. Ловите больше, отпускайте чаще.